Приветствую, с вами Сидро. Добро пожаловать в мой мир, где сверхъестественное становится естественным. Мой гость видел исцеление десятков тысяч или даже сотен тысяч людей по всему миру. Он обнаружил закономерность. Когда он показывает видео с людьми, получившими телесное исцеление, это повышает ожидания и исцеляется больше людей. Это удивительные чудеса. Я хочу знать, кто-нибудь хочет посмотреть на это видео в этой программе? Я тоже очень хочу. Существует ли сверхъестественное измерение? Мир, о котором мы не знаем. Есть ли жизнь после смерти? Реальны ли ангелы? Могут ли наши сны передавать послания с небес? Можем ли мы заглянуть в древние тайны сверхъестественного? Реальны ли чудеса исцеления? Более 35 лет Сидрот исследует загадочный мир сверхъестественного. Присоединяйтесь к нему в этом выпуске программы. Это сверхъестественное. Расскажи, что произошло, когда люди увидели это видео, и что ты ожидаешь? Сейчас. Хорошо. Я верю, что из миллиона семей, которые имеют возможность посмотреть эту программу на этой неделе, по крайней мере, десятая часть исцелится не через год, не через месяц, но сегодня. Люди исцеляются еще до молитвы, и еще больше их исцеляется во время молитвы. Я верю, что когда вы посмотрите это видео о том, что сделал Бог, это возбудит в вас веру. И Бог посетит вас. Многие люди, посмотревшие это видео, получат исцеление, включая тех, кто находится в этом зале. Нет и следа от опухоли. Она полностью исцелена. Верь в чудеса. Верь в чудеса. Она сказала, что почувствовала побуждение сходить в туалет, но еще до того, как она дошла, камни уже вышли из нее. Он потерял 100% слуха в обоих ушах. Врачи сказали, что случай майка неизлечим. Но я верил не им, а тому, что говорит Иисус. Я верил, что Бог сотворит для меня чудо. Он говорит, это невероятно. Я говорю сейчас с вами без слухового аппарата. У этой женщины от колена вниз стоит пластина с 12 болтами. Всего их там 12, вы можете сами пощупать эти места. Рэнди, ее колено не сгибалось. Она не могла согнуть колено. Я знал, что сегодня мой день. Я хочу бегать. Я очень хочу бегать. Иисус. Она говорит, вы не понимаете. Врач сказал, что надежды нет, что ногу придется ампутировать, если не последует никаких изменений. Когда мы начали молиться, буквально через 5 секунд, сила коснулась ее колена. А теперь смотрите, что он может делать. Он может сгибать колено. Еще он может поднять свою руку. Аллилуйя. 31 болт, и он полностью исцелен. В ее спине было 16 болтов. Она не могла нагнуться, постоянно испытывала боль. Боли больше нет. Она двигается так, как раньше не могла двигаться. Аллилуйя. 8 болтов и 2 металлические пластины в его спине. И он не мог раньше так делать. 4 болта и 2 пластины. Я знаю, вы увидели невероятные вещи. Люди с металлическими пластинами не могут согнуться. Вы понимаете, что в их спине или шее вообще-то металл находился раньше? Невозможно согнуть металл в спине или в шее. Вы же знаете. Но 5000 человек заявили о своем исцелении. Почти 5800 человек с 2009 года. Только с металлом. Да, с болтами и с пластинами. Насколько я понимаю, в Новом Завете в греческом стоит дар исцеления. Оба слова во множественном числе. Есть люди, как вы, у которых есть помазание на такие вот исцеления. Но все же было что-то, что вас беспокоило. За 30 лет вы не видели никого, кто исцелился бы от инсульта. Именно от этой болезни. Он поехал в Мозамбик послушать Хайди Бейкер, которая тоже, кстати, была гостей нашей программы. И вот он увидел то, что смогло поднять даже веру его уровня. Что же вы увидели? Я видел несколько людей, которые воскресли. Я встречался с теми, кто молился об их воскресении. Я посетил деревни, где многие люди пришли ко Христу, потому что видели эти воскрешения. Это изменило мой подход к молитве за людей с инсультом, потому что у людей, которые были уже мертвы несколько часов, Бог должен был восстановить все клетки мозга, все тело, всю клеточную структуру. Это помогло и мне поверить в исцеление инсульта, хотя я видел так много в своей жизни. И в течение 24 часов мы увидели три случая исцеления. Расскажи об одном из этих трех случаев. Я расскажу о двух. Мужчина и женщина. Похожие ситуации. У обоих была парализована левая сторона, рука деформирована. Женщина не могла говорить, она была католичкой, но пришла на собрание к пятидесятникам. Мужчина вообще не был христианином, но пришел. Мы с моей командой молились за час до начала служения и потом еще 45 минут во время поклонения. Еще до того, как я начал проповедовать, я увидел, как они оба встали. Шло поклонение, и я увидел, что мужчина плачет и хлопает. Его рука уже не была согнута. Женщина с вуалью сзади пела и хлопала. Они оба исцелились от инсульта в тот вечер. У них была парализована левая сторона. Мы также видели исцеление двух людей. У них была серьезная шизофрения. Люди исцелялись от биполярности, от Паркинсона, от склероза и других заболеваний мозга. Поэтому мы видим исцеление не только инсульта. Я должен у вас кое-что спросить. Бывает, что люди ощущают на себе огонь, или их начинает трясти, и потом они исцеляются. Необходимы ли какие-то ощущения для получения исцеления? Или это необязательно? 30, а то и 40% людей не имеют особых ощущений. Мы молимся, и пока они не начнут делать то, чего не могли раньше, они не знают, что исцелились. А в случае с металлическими пластинами, люди исцелялись во время попытки сделать то, что не могли делать раньше. Это элемент веры. Да, я хочу призвать наших зрителей во время и по окончании программы тоже попробовать сделать то, что они не могли. Не просто один или два раза. Потратьте хотя бы минуту. Господь говорит, что мы должны быть активны, а ни в коем случае не пассивны. Сейчас вы наблюдаете, что еще до того, как вы начали молиться, люди уже начинают исцеляться. Это удивительно. Да? Приведите пример. На прошлой неделе я был в Бразилии, и во время проповеди я почувствовал, как будто меня по руке ударили молоточком. Я знал, что кто-то исцелился в этой части тела. И позже пастор сказал мне, что в зале есть человек, у которого после аварии на мотоцикле в руке была металлическая игла. И всякий раз, когда он сжимал кулак, игла выходила наружу. Мне стало плохо, когда я это увидел. Очень плохо. Он был полностью исцелен. Иглы больше нет, и ничего больше не выходит наружу. Я даже не молился за него. Мы просто поклонялись на сцене. Я просто проповедовал, и вот это произошло. Здорово. Вы говорили о проявлениях. А теперь расскажите о человеке, больном, спидом. Это произошло в США, в Инглвуд, штат Флорида. Он был в хосписе. Ему давали жить две недели. В коляске. На глазу повязка. Это был мой первый раз в этой церкви, и я помолился за него. Когда я молился, он ничего не чувствовал, и после молитвы ничего не произошло. Когда я вернулся в эту церковь через 10 месяцев, ко мне подошел парень и спросил, «Вы помните, вы молились за парня со спидом?» Я ответил, «Да, и что с ним?» Он сказал, «Это был я». Он выглядел совсем иначе. Он рассказал мне, что он ничего не ощутил ни в тот день, ни на следующий день. Но на третий день он проснулся и ощутил в себе гораздо больше силы. И ему становилось все лучше и лучше. Он полностью исцелился от спида, и у него родились дети. Мне нравится, что вы, Рэнди, хотите расчистить завалы. А вы и сами выросли в церкви, где вообще не верили, что сегодня могут происходить чудеса. Скажите, какова ошибка подобного мышления? Это не соответствует Библии. Хороший ответ. Библия говорит нам об обратном. Вот какие завалы мне пришлось расчищать. Во-первых, ошибочное понимание, что чудеса исцеления сегодня не происходят. Потому что жало во плоти – это никакая не болезнь. В Ветхом Завете говорится о жале во плоти, о глазах и о зрении. И Павел прекрасно знал об этом. Он бы никогда не применил это выражение к болезням. Также люди верят, что болезнь – это наш крест. А если Бог возложил на людей этот крест, им сложно верить, что Он их исцелит. Если ты считаешь, что эту болезнь дал тебе Бог, зачем ты тогда обращаешься к врачу? Ведь болезнь – твой дар от Бога. Да, это не поддается никакой логике. Вы говорите, что расчищаете завалы. Откуда этот термин? Я проповедовал в Харизматической Лютеранской Церкви на международной конференции. Бог сказал мне, чтобы я учил о восстановлении Израилем стены в Иерусалиме, что прежде чем они восстановили стену, им нужно было расчистить завалы. Затем я написал книгу «Прорыв к исцелению». Я знал, что первая часть книги должна быть посвящена этому. Но недостаточно только расчистить завалы, нужно построить стену веры. И учения, практика должны вместе создать атмосферу веры. Это не какая-то магия, а просто понимание Божьих путей. Моисей говорил, «Если я приобрел благоволение в очах твоих, открой мне твой путь, дабы я познал тебя». Когда мы знаем Бога лучше, мы сможем увидеть Его почерк, Его шаги там, где другим ничего не видно. И в той же главе Он просит, дай мне увидеть твою славу. Я верю, что Бог прославляется через то, что Он творит. Поэтому мы хотим познать Его пути, и тогда мы обязательно увидим Его. Когда я писал «Прорыв к исцелению», я думал, что я делаю на своих служениях и почему я это делаю. Скажи, а как нам вообще создать атмосферу для чудес? Обычным людям это возможно или нет? Я задавался вопросом, для чего я делаю все это. Это не попытка все проконтролировать, но сделать так, чтобы в этой атмосфере все стало возможным. Я начал писать так, как я это понимаю. Вера создается, когда мы осознаем то, что Бог делает на служении и способно это передать. Как только мы понимаем, что это Его воля сделать нечто особенное на служении, Он словно открывает кран, начинает течь вода, и люди получают исцеление. Когда другие видят эти чудеса Божии, в них тоже возрастает вера. Обычно к этому моменту Бог дает нам понимание. Слово знания или свидетельство, как мы это видели на пленке. Женщина с коленом увидела видео об исцелении людей с болтами в теле. И вот она уже сама начинает ощущать огонь в колене. Бог поднял в ней веру. Поэтому иногда люди слышат об исцелении кого-то, слышат слово знания, видят, что Бог творит на служении. Иногда они ощущают присутствие или жар в теле. Некоторые ощущают прилив энергии. Или внезапно ощущают, что боль уходит, и приходит облегчение. Это поднимает в них веру. Тем более, что они понимают, что это и есть признак исцеления. Рэнди, я расскажу нашим зрителям, что произойдет, когда мы вернемся в студию. Я попрошу Рэнди высвободить силу Духа Святого и в ваших домах и в этой студии. Я ожидаю невероятных чудес. Я вижу в духе, как исцеляются зубы. Мы вернемся к вам через пару минут. Многие зрители уже пишут нам о чудесах, знамениях и исцелении. После просмотра программ «Это сверхъестественно». В феврале прошлого года я подвергся нападению. У меня было сотрясение мозга, и я стал постоянно чувствовать слабость. Сегодня, когда Сид помолился, я исцелился. Сейчас мне 19 лет, но я покаялась в 16, и ваши программы направляли меня и помогали возрастать в Слове и в Божьем сверхъестественном. Когда я слышала свидетельства, то наполнялась верой и желанием жить в святости и праведности. Если бы не ваше «Это сверхъестественно», то я сомневаюсь, что была бы такая, какая я. Если Бог коснулся вас через программу «Это сверхъестественно», напишите нам свое свидетельство по адресу, указанному на экране. У Божьего сверхъестественного нет границ. Теперь нет границ, и у вашей возможности получить свой прорыв, когда угодно и где угодно. ISN, онлайн-сеть, — это сверхъестественно для ваших мобильных устройств и смарт-телевизоров благодаря бесплатному приложению ISN. Миру не нужна еще одна христианская телесеть. Миру нужны программы, которые будут менять их жизни с ощутимым влиянием Божьего присутствия. Людям нужна возможность иметь к ним доступ, когда угодно и где угодно вы должны получить это. ISN — это записи наших программ, доступные 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, на вашем мобильном устройстве и смарт-телевизоре. Смотрите наши спецвыпуски с всемирно известными учителями. Выбирайте из десятков впечатляющих эпизодов, загрузите приложение бесплатно. Где угодно и когда угодно, у Бога нет ограничений, как и у вашего доступа к Божьему сверхъестественному. Многие зрители сообщают о чудесах исцелениях, произошедших в результате просмотра программы. Я испытывала ужасные головные боли. Это была необычная головная боль. У меня было высокое кровяное давление, что вызывало боль в правом плече, шее и голове. Когда боли обострялись, я чувствовала, как опухает правая сторона головы. Как-то раз я смотрела вашу передачу, и Сид попросил своего гостя помолиться за исцеление. Вы попросили нас подпрыгнуть, чтобы показать свою веру. Я так и сделала. В этот момент боль ушла, и с тех пор у меня нет головных, шейных и других болей, и ничего не опухает. Я снова и снова благодарю Бога за Его исцеляющую силу. А вам спасибо, что приглашаете этих сильных и смиренных мужей и жен Божьих на свою передачу. Если Бог коснулся вас через программу «Это сверхъестественно», напишите нам свое свидетельство по адресу, указанному на экране. Рэнди, вы говорили, что нам крайне важно знать, что нам принадлежит исцеление. А что вы имели в виду? Я верю, что исцеление и освобождение — это хлеб для детей Божьих. Во-первых, это относится к людям в завете с Богом, но также Бог исцеляет неверующих в качестве евангелизации. Он великолепный евангелист. Это хлеб детям, но также это то, что принес крест. Он понес на кресте как наши грехи и беззакония, так и наши немощи и боли. Об этом говорится в одном и том же стихе. Апостол Иуда говорит, он понес наши болезни. Я хочу сказать вам, что исцеление принадлежит вам. И не только исцеление, но и служение исцеления принадлежит вам. Это часть великого поручения. Иисус поручил ученикам учить обо всем, о чем учил Он. А исцеление и освобождение всегда было впереди. Я верю, что Бог хочет совершить исцеление прямо сейчас и здесь, и в тех, кто нас смотрит. Прежде чем прийти сюда, моя правая коленная чашечка очень болела. Может, человек с такой проблемой сейчас в студии? Или таких людей много среди зрителей? Или у кого-то эта проблема слишком серьезная? Я верю, что сегодня Бог будет исцелять правую коленную чашечку. Я говорил со своим интерном Брайаном. Ему 25 лет. Он сказал, что ощутил, что Бог сегодня будет исцелять людей с болью в шее. И я думаю, что так же будут исцелены те, у кого в шее есть металлическая пластина. Мы обычно молимся об исцелении людей с пластинами в теле. И потом уже за другие болезни. 5 из 6 женщин с псориатрическим артритом, за которых мы молились в последнее время, получили исцеление. Если я назвал болезни, касающиеся вас, вы находитесь в студии или смотрите эту программу по телевизору. Или если Бог касается вас, вы чувствуете жар. Хотя, как я сказал, вы можете ничего не чувствовать. Вам просто нужно начать делать то, чего вы не могли делать ранее. Я прошу вас подняться на ноги и начать что-нибудь делать. Если вы дома, тоже вставайте. Я смотрю на вас. Не забывайте, что Бог тоже смотрит на вас. Не забывайте. Да, и я тоже смотрю. Простите, мы так же говорили об инсульте. Да, это касается инсульта и всех болезней, связанных с мозгом. Это и склероз, и паркинсон, психические болезни, дефицит внимания и тому подобное. Вы видели много исцелений от рака, так? Да, несколько человек исцелились от рака четвертой степени. Они восстановились мгновенно и полностью. Давайте встанем. Я попрошу вас делать то, что вы не могли делать ранее. Сейчас и так же, когда вы придете домой, подвигайте шеи, к примеру. Я хочу добавить еще кое-что, потому что каждый раз, когда я служу, это происходит. Если у вас боль в спине или боль в шее, немедленно вставайте. Я так же ощутил, что у кого-то боль в левом ухе, она начинается за ухом и проходит через голову. Проверяйте свое тело. Я не спрашиваю о стопроцентном исцелении, но если вы чувствуете, что проблема в вашем теле решилась хотя бы на 80%, я прошу вас помахать над головой, помахать мне рукой. Вот так. Я вижу одного, вижу двоих, трех, пятерых. Мы видим, что у пятерых видны явные изменения. Если вы не исцелились на 80%, но вам лучше, вы ощутили улучшение, помашите мне, пожалуйста, одной рукой. Сейчас я буду молиться. Мы еще даже не молились. Я хотел, чтобы вы увидели, что Бог начал исцелять людей еще до молитвы. Отец, во имя Иисуса, мы благодарим тебя за тех, кого ты уже исцелил на 80 и более процентов. А также мы молимся за тех, кто поднял одну руку. Мы соглашаемся с тем, что ты начал в них делать, и во имя Иисуса мы приглашаем силу твоего царства. Мы провозглашаем твое царство над их болезнями и проблемами. Мы благодарим за твою чудодейственную силу. Я приказываю всякой боли убраться, болезни исцелиться. Божья энергия проходит по вашему телу, во славу Божию, во имя Иисуса. Проверьте себя снова. И также те, кто смотрит нас дома. Если вы подняли только одну руку, но сейчас ощущаете, что исцелены на 80 и более процентов, теперь помашите мне двумя руками. Пожалуйста, не стесняйтесь, машите мне. Я вижу одного, двух, трех, четырех, шесть, восемь, еще десять человек. Спасибо, Господь. Я верю, Сид, что множество людей исцелится во время программы. И также исцеления будут продолжаться, сколько бы эту программу не смотрели дальше или не смотрели люди в записи. И я в этом уверен. Даже через год, когда вы будете это смотреть, Бог использует слово и свидетельство и произведет исцеление. Напоследок хочу сказать, боль в области бедра. Вы были исцелены или даже получили новое бедро. Походите немного, и вы увидите, что боли больше нет. При этом целитель не Рэнди Кларк и не я. Целитель наш Господь Иисус. На иврите это Иешуа. Многие зрители уже пишут нам о чудесах, знамениях и исцелении. После просмотра программ «Это сверхъестественно». В феврале прошлого года я подвергся нападению. У меня было сотрясение мозга, и я стал постоянно чувствовать слабость. Сегодня, когда Сид помолился, я исцелился. Сейчас мне 19 лет, но я покаялась в 16. И ваши программы направляли меня и помогали возрастать в Слове и в Божьем все же естественном. Когда я слышала свидетельства, то наполнялась верой и желанием жить в святости и праведности. Если бы не ваше «Это сверхъестественно», то я сомневаюсь, что была бы такая, какая я сейчас. Если Бог коснулся вас через программу «Это сверхъестественно», напишите нам свое свидетельство по адресу, указанному на экране. Смотрите в следующем выпуске. Приветствую, я Сид Рот, приглашаю вас на следующую программу. У меня в гостях будет доктор Майкл Браун и доктор Сандра Кеннеди. Мы поделимся одним из лучших методов возрастания в «Сверхъестественном». Это будет зрелищно. Если вы пропустите эту программу, то пропустите то, чему я был научен гостями программы «Это сверхъестественно» за 45 лет ее существования. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok